И сестры, было читано из Евангелия Матфея о призвании Иисусом Христом к апостольству рыбарей галилейских Петра и Андрея, и тоже братьев Иакова и Иоанна Заведеева. Охождение Иисуса Христа с проповедью о Царстве Небесном по всей Галилее и оцелении всякой болезни и всякой немощи в людях. Евангелист замечает, что Петр и Андрей тотчас, оставив сети, последовали за Иисусом Христом. И Иаков и Иоанн тотчас, оставив лодку и Отца Своего, последовали за Ним. Так апостолы оставили все для Христа и ради будущего живота и Царствия, родителей, сродников, дома, невинные, любимые занятия, каков рыбный промысел. Орудия, коим они приобретали средства к жизни, свои привычки и привязанности сердечные. Господь не требует от нас, чтобы мы оставили все, по примеру святых апостолов, и удалились из домов своих и с родства своего. Но, тем не менее, обязанность последовать Христу лежит и на нас, как учениках Его. К этому призывает нас самое звание христиан, сынов благодатного Царства Христова. Вступая в общество верующих и чад Божьих, крещаясь во имя Христова, мы сочетались верою Христу, Сыну Божью, со Отцом и Святым Духом, Исповедуя Его, Единого, Своим Царем и Господом, обещаясь Ему Единому служить, преподаем и правду перед Ним все дни живота своего. Ему Единому повиноваться во всем, исполняя Его святые заповеди, на Него Единого уповать и Ему Единому придать душу и тело, свои мысли и чувства, надежды и желания, всю жизнь и судьбу свою. Правда, тесен и прискорбен путь последования Христу, на который призваны мы Господом. Требуется не менее как отвергнуться себя, то есть естественной любви к самому себе, прирожденных нам, но противящихся законам Божьей наклонности и желаний, сродных нашему сердцу, Но противных волей Божьей, чувствований и стремлений, требуется покориться всецело и совершенно, покорить свой разум и свою волю Отцу, Отца Небесного и Закону Христову. Мыслить и чувствовать так, как учат святое Евангелие Христово. Желать и делать только то, что повелевают святые заповеди Господни. Но этот тесный прискорбный путь самоотвержения прошел за нас и для нас. Единородный Сын Божий, Господь Славы, а нам остается только последовать стопам Его. В чем состоит же наша обязанность следования за Христом? Для этого нам заповедуется распинать плод свою со страстями и похотьми, то есть укращать и погащать плодские вожделения строгим воздержанием, отречением и удаленностью от всего, что служит к угождению, услаждению и насыщению чувственных пожеланий, бодрствовать и молиться во всякое время. Но не так ли и поступал и сам Господь наш? Он постился сорок дней в пустыне, чтобы победить искусителя. Питая чудес на других, Он сам нередко алкал и жаждал, и, страдая на кресте, в тяжких муках вопиял жажду. Труждаясь весь день в учении и благотворении, большую часть ночи Он посвящал уединенной молитве к Отцу Своему, а в последнюю ночь пребывания Своего на земле молился до кровного пота. Нам вменяется в обязанность, чтобы мы помогали нуждам других, отъемли у самих себя, разделяли с неимущими, терпя скорби, и готовы были утешать страждущих, оставляя попечение о самих себе, спешили со Своей помощью к нуждающимся в ней. Но не так ли и поступал сам в начало в рощи спасения нашего Господь Иисус Христос? Не имея сам, где главы преклонить, Он благодетельствовал несчастным, призывал к упокоению труждающихся и обремененных, утешал плачущих, питал алчущих, исцелял болящих и страждущих, и не хотел вкушать пищи прежде, нежели сотворить дело милосердия и любви. Что же мы были бы за последователи Христовы, если бы не подражали примеру Его милосердия, любви и сострадания к ближнему? И как можем называться сынами Всевышнего, если не будем милосерды, як Отец наш, Небесный Милосерд, есть? Нам заповедуется переносить все скорби, напасти и бедствия, с благодушием и покорностью воле Божьей, прощать своим ближним все их оскорбления и обиды, все нарекания, осуждения и посмеяния, углубления людей легкомысленных и принанных миру, что особенно тяжело и горько нашему самолюбию. Вспомните, сколько гонений на пасти, сколько наведов и оскорблений, измены коварств, сколько мучений и страданий претерпел Господь наш Иисус Христос от тварей своих, которых пришел Он спасти и облаженствовать, за которых благоизвалил пролить кровь свою и положить свою душу. И, несмотря на то, не переставал назвать другом своего предателя в самую минуту Его коварного лапзания, плакать и оскорбеть о народе и спросившем Его на смерть, ловиться за тех, которые распинали Его на кресте. Так надо нам, на предлежащий нам подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, который вместо подлежащей Ему почести претерпел крест, срамоту, срамот не родив, одеснуя уже престола Божия, седя. «Что же может быть утешительнее и надежнее, как идти вслед самого Господа славы? За маловременные наши скорби, за наше малое удождение Ему, за кратковременное терпение во имя Его, смотрите, какую славу и какое блаженство уготовил Он любящим Его! «Отче, так молился Он Отцу Своему, и ожидал, если мне, хочу, да и идешь есть в Асан, идти будут со мною, да видят славу мою, юже имею у тебя прежде начало мира!» Иоанн 17, 24 «Таково преимущество трудного и прискорбанного пути Христова!» Аминь. Составитель, проповедник Дмитрий Архиепископ Херсонский